Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рассмотрим следующую задачу. Является ли заданная функция решением данного уравнения? Ну, из теории известно, что если задано уравнение n-го порядка в общем виде, для того, чтобы функция равная f и равная к от x являлась решением данного уравнения, необходимо, чтобы эта функция была n-раз неправильно дифференцирована и обратить тождество заданного уравнения. Рассмотрим следующую задачу. Задана функция, где c-производная постоянная. Требуется определить, будет ли эта функция решением уравнения вот такого вида. Ну, задача решается, как говорят лоб, то есть, находим призводную, призводная будет вещество c, и поставим уравнение в заданную функцию и ее призводную. В итоге получим такое отношение, где нетрудно убедиться, что мы получим тождество 0 равенную. То есть, удовлетворяет. Каким образом, можно считать, что данная функция является решением заданного уравнения? Ну, известно, что функции задаются различные. Это явно в виде, неявно и параметрическом виде. Давайте рассмотрим случай, когда функция задается неявно. То есть, вот функция y равна артангенс x плюс y плюс c. Требуется определить, будет ли эта функция решением уравнения вот такого вида. Запишем функцию в неявном виде. Неявном виде. И находим призводную y' используя формулу определения призводной от неявной функции. Посчитаем частную призводную от неявной функции по x и по y. И в итоге находим призводную. Призводная будет от y по x будет 1, деленная на x плюс y в квадрате. Подставляя призводную в заданное уравнение, получим тождество. Таким образом, можно сделать вывод, что функция является решением данного уравнения. Рассмотрим еще следующий пример. Требуется определить, будет ли вот эта функция x равна y квадрат плюс y решением уравнения третьего порядка. Вычислим призводные. Находим x' y' известно, что dx под dx. Дифференциал от x это 2y плюс 1 dy. И в итоге получается y' это единица, деленная на 2y плюс 1. Находим призводные второго порядка. Известно, что призводная второй порядка это призводная первая порядка по x. То есть его призводная может записать как dx под dx, dx4 под dy. Ну, первый множитель это, есть известно, единица, уже мы посчитали, 2y плюс 1. А второй множитель, это призводная от y4 по y. То есть, призводная как степенной функции. В итоге получим y4 будет минус 2 делить 2y плюс 1 куб. Аналогично считается призводная третьего порядка. Вычислим призводные, поставляя уравнения, получим торжество. Так что, задная функция будет решением данного уравнения. Рассмотрим случай, когда функция задается параметрически. Требуется определить, будет ли функция заданного параметрически решением уравнения вида. Находим призводную. dx под dx. Это есть призводная от y по t. Считаем. Призводная от x по t. Считаем. После сокращения получим вот призводную в таком виде. Это подставим уравнение. Заменяем x через t есть степень t, y через е степень минус t. А призвод это считано. Подставляем. После сокращения получим вот такое отношение, из которого следует, что получим торжество. Следовательно, функция заданного параметрически является решением уравнения. Спасибо за внимание.